Рейдовая группа начинает свою работу ранним утром. В это время вероятность застать должников дома гораздо выше. Но двери хозяева открывают не всегда. Судебные приставы с исполнительными листами на руках – гости нежеланные. Сначала у должника есть большой запас времени для добровольного погашения задолженности. Потом ему отправляется по почте уведомление о наличии задолженности с просьбой оплатить. Следующий шаг – это уже визит в дом должника. Вот этот мужчина, например, систематически не платит налог на транспорт сразу за несколько авто. Накопил солидный долг – больше 80 тысяч рублей. Я строитель. Строительных работ нет. К тому же я стал инвалидом, можно сказать. У меня грыжи позвоночные и так далее и тому подобное. Но оплатить налог все равно придется. После получения исполнительного листа должник обязан сделать это в пятидневный срок. В противном случае в его дверь вновь постучат судебные приставы. Уже описывать имущество, которое будет продано в счет погашения долга. Да у меня нету имущества, ребята. Я вот опишу, что в этом доме находится по месту вашего регистратора. Вы не можете описывать отцовское имущество. Я могу описывать имущество, где вы прописаны. Таких должников в Барановском сельском округе не меньше, чем в других. Между тем, в том числе и налоговые сборы формируют городской бюджет. В Сочи 12 сельских округов, 4 района. И я считаю, что вот какой округ лучше соберет налоги, такое будет иметь приоритетное право в строительстве инфраструктурных объектов. Для нас это очень важно, потому что в этом году мы должны достроить газопровод на улице Джапаридзе в селе Пластунка. Мы должны начать проектирование водопровода в селе Барановка. Мы должны начать строительство газопровода по улице Леселидзе в селе Пластунка. Срок уплаты налога на имущество землю и транспорт, который начислен за 2014 год, истекает завтра, 1 октября. Должникам лучше поторопиться. После этой даты на долг будет начислена пеня. А на пороге появятся нежданные гости – судебные приставы. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.